Мы уже сейчас умеем создавать, но если не искусственную жизнь, то, например, искусственные генетические коды уже создаются, это делается. И просто у обычной самой цивилизации, разумной, никакой не сверхразумной, а вот типа нашей, или чуть более продвинутой, может возникнуть потребность, например, поэкспериментировать, посоздавать искусственную жизнь. Ну и вместе с этой потребностью может возникнуть желание пометить ее искусственность. Откуда возникла жизнь во Вселенной? Что такое сверхразум? Можем ли мы, исследуя ДНК, найти там некие свидетельства того, что жизнь возникла из целенаправленного искусственного процесса? Обо всем этом в сегодняшнем выпуске подкаста «Носфера». Александр Дмитриевич, первый вопрос такой. Давайте начнем с возникновения жизни, с того, что мы на сегодня про это знаем, какие здесь есть гипотезы. Вам слово. Да, вот я буду говорить немножко об альтернативных гипотезах возникновений жизни. Ну, не таких, не наиболее распространенных. Но, тем не менее, они тоже имеют свои основания. Значит, здесь надо бы начать с эволюции вообще, а потом мы придем к возникновению жизни. Вот жизнь развивалась у нас на планете Земля в соответствии с Дарвиновской эволюцией. Мы другой эволюции просто не знаем. Поэтому, когда мы смотрим на эволюцию жизни, мы смотрим на Дарвиновскую эволюцию. Значит, что мы видим? Что нам говорит, так сказать, геологическая летопись, всякие разные реконструкции? Значит, жизнь возникла, появилась, так скажем, лучше на Земле, где-то миллиарда четыре лет назад. Вот эти вот, на моей памяти, эти оценки все время сползают все в более и более нижнюю сторону. Сейчас появились уже оценки там 4,3 миллиарда лет назад. Вот. И потом, значит, жизнь пошла по этой самой Дарвиновской эволюции развиваться. Значит, в развитии жизни было несколько таких ярко выраженных переходов. Я сейчас не буду говорить о деталях. И это позволяет создать что-то вроде шкалы скорости эволюции жизни. Она такая довольно приблизительная. Там много разных оговорок. Но, в общем, понятно, что это ускорение, что это развитие все время ускорялось. Вот. Появилась жизнь на Земле, по-видимому, в форме биосферы, так называемых, прокариот. Это одноклеточные существа, очень простые. Там нет арагонелл, так называемых. Там нет ядра, там нет этих самых митохондрий. И в таком виде, в виде биосферы одноклеточных прокариотов, она существовала жутко долго, почти без изменений. По крайней мере, без качественных изменений. Но это где-то 3 миллиарда лет продолжалось. Или 2,5 миллиарда лет продолжалось. Потом биосфера, значит, произошел некий переворот, который называется Верхняя архейская революция. Эвкариоты стали эвкариоты, доминирующие фауной. Это уже более сложные, значит, одноклеточные существа. Потом, типа, еще миллиарды лет назад была фауна одноклеточных эвкариотов. Ну и, в общем, произошла революция, что называется, многоклеточная, только где-то 570 миллионов лет назад. Вообще, сравнительно недавно, по масштабам времени развития всего биосферы. Вот видите, развитие ускоряется. Это, значит, первое. Причем первые фазы этой эволюции были очень медленные. Значит, второе. Формы жизни на Земле не просто сменяли друг друга, а происходило накопление. Вот мы сейчас видим в современной биосфере все слои биологической эволюции, которые имели место раньше. Вот началось все с этих самых прокариот несчастных. Это бактерии. Вот, пожалуйста, сейчас бактерии навалом, и там болеем насморком от них, и там что-то к ним происходит. Они живут во всяких анаэробных нижих, потому что они кислород очень не любят. Вот. А одноклеточные эвкариоты, вот все-все-все-все это накапливается. Вот. Это вот то, что я, как бы, однажды назвал аддитивность эволюции, и никакого альтернативного термина полностью с тех пор не появилось. Вот. А теперь давайте вернемся в самое начало и посмотрим на происхождение жизни. Значит, есть идея, что жизнь, она как бы не от сырости возникла сама по себе, а должна была какая-то быть предбиологическая эволюция. На что она должна была быть похожа? Вот. Мы не знаем другой эволюции, кроме дарвинской эволюции. Ну, давайте попробуем подумать, что это была какая-то разновидность дарвиновской эволюции. Значит, это была какая-то химическая, наверное, дарвиновская эволюция. Эволюция каких-то очень сложных химических соединений, каких-то там полимеров, что-то такое. Вот. Теперь, поскольку мы думаем, что мы имеем дело с дарвиновской эволюцией, мы можем понять, как она была устроена, экстраполировав в прошлое то, что мы уже знаем. И, значит, что мы получаем? Мы видим, что чем была выше организация биосферы, тем быстрее шла эволюция. Значит, в обратную сторону она должна будет идти тем медленнее. Вот. И получается, что первая... Вот такая простая экстраполяция, в общем, она не беспочвенная, значит, показывает, что первый этап дарвиновской эволюции, значит, добиологическая, абиотическая еще называют, должен быть ужасно длинным. Ну, там даже возникает некая вполне определенная численная шкала, можно сказать, что ее минимальная длительность равна вот длительности эволюции прокариотов, умноженной примерно на 3. Ну, вот поскольку там мы имеем 3 миллиарда лет, значит, нужно на 3 умножать. 9 миллиардов лет. Вот такая шкала появляется. Вот получается такая дикая совершенно цифра, значит, она появляется не из единственного источника, вот Валерий Анисимов, есть такой очень интересный независимый исследователь в области происхождения жизни, вот здесь он очень силен, один из самых сильных в мире, по-моему, он сделал такое исследование, он, ну, точнее, он был инициатором, статья вышла за авторством, по-моему, Валерия Анисимова, Александра Маркова, и, кажется, там был еще Андрей Кратаев, хотя сейчас точно не помню. Они исследовали, как со временем меняется длина генома. Ну, там нужны всякие четкие точные термины, как определяется длина генома, там определенно специальным она образом была сделана, это определение, там какая-то специальная минимальная длина генома, там, но это неважно. Вот, главное, что вот эта длина генома на время ложится очень простой зависимостью. Оказывается, что это зависимость гиперболическая, гиперболическая, это гипербола. Вот, эта гипербола имеет, как бы, момент обострения вблизи того момента, где мы сейчас живем, плюс-минус, там, пара миллионных лет. Там очень большой точности экстраполяции не получается. Вот, но можно проэкстраполировать ее в прошлое, вот, до того момента, в котором мы имеем палеонтологические данные. Ну, и вот получается, что какая-то минимальная разумная длина генома для первого репликатора должна была появиться примерно, ну, те же самые 10 миллиардов лет назад, или даже больше. То есть, вот, дополнительный период времени, который требуется, это больше 10 миллиардов лет назад. То есть, видите, вот эта оценка, получается, не из одного источника. Вот, а что мы видим на самом деле? Вот, сама Земля возникла, типа, 5 миллиардов лет назад, я не помню точную цифру, в общем, она сначала была жутко горячая. Вот, и все оценки показывают, что жизнь на Земле появилась в то самое мгновение, когда температура на ее поверхности упала, там, ниже примерно 70 градусов процельсия, когда жизнь вообще какая-то может существовать. То есть, она появилась мгновенно. Вот, и вот это вот очень тяжелый вопрос. Значит, никакая разумная, вот, дарвиновская биологическая эволюция, то есть, точнее говоря, так, пребиотическая эволюция, устроена по Дарвинову, в этот промежуток времени не умещается. Может, это какая-нибудь другая была эволюция? А мы не знаем никакой другой эволюции. Какая может быть не дарвиновская эволюция? Бог ее знает. Но, может быть, конечно, она была какая-то другая. Мы не знаем, какая она могла быть. Ну, вот, Александр Марков, он высказывает всякие предположения о том, как могла бы быть устроена этого самой пребиотической эволюции, но не очень понятна, Дарвиновская она получается или не Дарвинская у него. Вот, и вообще не очень понятно, получается или не получается. Все это происходит, имеется вот на уровне каких-то таких не очень четких гипотез сейчас. В общем, что-то здесь не то. Концы с концами у нас не сходятся. Не похоже на то, что жизнь возникла на Земле сама собой. Значит, могла ли жизнь появиться без пребиотической эволюции? Вообще, в принципе, такая возможность имеется. Это так называемая спонтанная самосборка первого репликатора. Но первый репликатор – это такая очень неприятная штука. В общем, если почитать Евгения Кунина, например, вы знаете, такая есть у нее знаменитая книга по биологии, ну, там говорится, что это должно быть минимум 2000 нуклеотидов. И они должны быть очень... Ну, молекулы ДНК или РНК, что там у него, Бог его знает. В общем, это 2000 примерно на этих самых основаниях должны быть длинные, они должны быть четко, совершенно организованы. Вот вероятность самосборки случайной такой структуры, она имеется, но она исключительно мала. Ну, вот если там посчитать на время существования, ну, скажем, на 10 миллиардов лет отнести такую вероятность, а в качестве объема взять Землю, так это получается величина 10 минус сотой степени. То есть, это исключено на Земле. Вот на Земле такой процесс произойти не мог. Значит, в общем, то есть, значит, может быть, мы что-то не понимаем, а может быть, жизнь на Земле никогда не возникала, может, ее сюда занесло. Вот откуда ее занесло? Это называется панспермия. Вот теперь начинается обсуждение этой панспермии, и очень распространенное мнение, значит, состоит в том, что, ну, а что вам эта панспермия объясняет? Панспермия – это просто перенесение проблем возникновения жизни в другое место. Вот. И вам там снова нужно искать то же самое объяснение ее возникновений при тех же самых там каких-то ужасно маленьких вероятностях и непонятной природе биологической эволюции. Вот. Но вот эта вот точка зрения, она на самом деле совершенно неправильная. И вот она неправильная, как бы, по крайней мере, два раза неправильная, двумя разными способами. И вот теперь я попытаюсь объяснить, как именно она неправильная. Значит, смотрите, вот мы считаем, что... Значит, первый способ объясняем. Мы начинаем думать, что жизнь на Земле могла быть занесена панспермией. Ну, хорошо. Давайте мы предположим, что предбиологической эволюции в принципе может быть. Но ее шкала времени огромная. Десятки миллиардов лет, сотни миллиардов лет. Вот что-то такое. Вот это вот предположение на фоне дарвиновской эволюции на Земле, оно выглядит разумным. Вот. Вопрос. Как же тогда она могла вообще такая предбиологическая эволюция уместиться хоть куда-нибудь? Ну, пусть это будет другая планета, не Земля, какая-то гораздо более старая планета. Но она же ведь и туда тоже не помещается. Это самая шкала времени дарвиновской предбиотической эволюции. А вот оказывается, значит, с учетом того, что панспермия возможно, а мы это вынуждены предполагать, значит, коль скоро мы думаем, что жизнь здесь появилась откуда-то занесена, значит, тут возможен совершенно другой механизм. Смотрите, раз мы думаем, что возможно панспермия жизни, вот, мы думаем о предбиотической эволюции, и тогда, значит, мы должны думать, что, в общем-то, возможно, и панспермия продуктов предбиологической эволюции, тем более, что всякие вот эти продукты предбиотической эволюции, это какая-то химия, они, в принципе, более просто устроены, чем любая жизнь, там, ну, а она, может быть, проще переносит условия межпланетного перелета, вот, а, кстати говоря, есть прекрасные переносчики, там, что жизни, что предбиотическая эволюция для панспермии, это ядра комет, вот, сейчас прекрасно известно, что существуют межзвездные кометы, вот, одна межзвездная комета точно совершенно была зарегистрирована, вот, я уж не говорю про этот оамоамо, который, правда, был совсем не кометой, это было что-то другое, вот, но комета тоже известная, вот, а комета, это такой рыхлый, грязный снежок, вот, если туда попадает спора каких-то бактерий, на глубину нескольких десятков сантиметров, что очень легко, у них там прекрасное состояние для анабиоза возникает, значит, там низкие температуры, они защищены от жесткого излучения толстым слоем вещества, исследование кернов льда в Гренландии, там, в Антарктиде показывает, что бактерии могут находиться в анабиозе миллионы лет, это не сотни тысяч, это миллионы лет, они, правда, с трудом потом оживают, после миллионов лет, но оживают, вот, а межзвездные перелеты, это на самом деле всего лишь какие-то там десятки, сотни тысяч лет, по этой шкале это не так же много, так что есть чем переносить панспермита, вот, я возвращаюсь к пребиотической эволюции, значит, вот, предположим, есть пребиотическая эволюция с жутко длинной скалой, десятки, сотни миллиардов лет, которые некуда вместить, и начнет это работать следующим образом, вот какая-то есть планета, точнее, есть примерно, даже с момента возникновения галактического диска были, по крайней мере, миллиарды планет земного типа в зоне обитания, это, в общем, сейчас более-менее понятно, может быть, десятки даже миллиардов, вот на них, на всех там, ну, на потравящих планетах начала идти пребиотическая эволюция, и где-то там с маленькой вероятностью нашелся какой-то особенно удачный продукт этой самой пребиотической эволюции, ну, и дальше по механизму по вот этой самой пребиотической панспермии, он берет и разносится по всем другим планетам галактики, где вообще может идти эта самая пребиотическая эволюция, а мы предполагаем, что он обладает чем-то вроде конкурентоспособности, это все-таки дарвиновская эволюция, понимаете, она хоть странно устроена, но мы думаем, что она типа дарвиновская, значит, они могут между собой химические системы конкурировать, вот она попадает на разные планеты, она вытесняет, значит, местную пребиотику, заменяя ее более эффективной собой любимой, вот, и на всех планетах синхронно начинается пребиотическая эволюция с нового уровня, значит, насколько синхронно, вот давайте я сейчас расшарю экран и покажу свою первую картинку, вот, значит, вот где-то вот здесь нарисована точечка, ее может быть не очень хорошо видно, сейчас я совсем расшарю, вот так вот, вот, это вот здесь возник первый удачный пребиотический продукт, и вот он потом начинает дальше распространяться, распространяется он просто за счет движение спонтанного звезд друг от друга называется спекулярное движение, это скорость несколько десятки километров в секунду, вот, возникает пятнышко чуть побольше, да, и если, значит, звезда пролетает мимо какой-то другой, она ее просто заражает, вот это вот и есть механизм заражения, здесь возникает такая так называемая автоволна, вот эта зараза, вот она начинает распространяться, а галактика имеет дифференциальное вращение, так называемое, это вот что такое, вот эта вот схемка показывает галактика вид сверху, вот пошло это пятнышко распространяться, а галактика на разных расстояниях от центра вращается с разной скоростью, и вот это приводит к тому, что это пятнышко не просто распространяется, оно начинается размазываться, вот так вот, видите, как здесь нарисовано, вот оно размазывается, размазывается, вот на уровне Солнца, вот этот оборот происходит за 200 миллионов лет, приблизительно, Солнце находится на самом деле точно почти на середине радиуса галактики, на полпути от края до центра, оно вовсе не на краю галактики, вот есть какое-то странное мнение, что Солнце находится на краю галактики, да ничего подобного, оно прямо в самой серединке находится, вот, значит, вот 200 миллионов лет это характерная шкала, вот здесь вот время показано, как раз в этих галактических годах, я не знаю, видно там или нет, вот здесь вот один галактический год, вот это чуть больше галактического года, вы смотрите, за чуть больше галактического, за время чуть больше галактического года, вот это вот зараза распространяется практически по всей галактике, ну, а за два галактических года, вот это два галактических года, вообще вся галактика окажется зараженной, и, значит, на характерной времени, так, сейчас я снова восстановлю, значит, на характерной шкале времени в 200 миллионов лет, вот эта самая синхронизация происходит, вот, и смотрите, У вас, значит, теперь есть 200, ну не 200, сколько там у нас было миллиардов планет, ну там типа больше миллиарда планет, где, значит, вот эта вот самая пребиотическая эволюция синхронно начала происходить с более высокого уровня. Потом где-то в другом месте происходит новая находка, и она снова распространяется по галактике и так далее. Вот, и понимаете, у вас получается, что местом протекания пребиотической эволюции является не какая отдельная планета, а является вся галактика в целом. Вот, а поскольку во всей галактике в целом, значит, место, где протекает эволюция, там в несколько миллиардов раз больше, чем на одной планете, то и скорость этого процесса увеличивается в эти самые миллиарды раз. И это, на самом деле, еще не все. Вот, известно, что сложная химическая эволюция идет в молекулярных облаках. Вот, в молекулярных облаках содержится огромное количество вещества, гораздо больше, чем на планетах земного типа. Другое дело, что химические реакции там происходят не очень быстро. Вот, на планетах это может идти, например, в водном растворе, а здесь это происходит прямо в космосе, но тем не менее, там аминокислоты обнаруживаются, вообще ничего там только нет. Вот, и получается, какая картинка? У вас есть планета, это значит, очень эффективные, как бы, химические реакторы, но количество вещества там не очень большое, где эти реакции идут. А есть молекулярные облака, где химические реакции идут чуть помедленнее, но зато количество вещества там огромное. Вот, и еще, на самом деле, неизвестно, где эта химическая эволюция в результате получается более эффективной. Как бы, у вас тут есть один химический реактор, а в другом есть огромное количество параллельных химических реакторов, но более медленных. Вот, и вот должен, может возникнуть очень такой сложный процесс, в котором и планеты земного типа участвуют, и вот эти самые молекулярно-полевые облака. Вот, и главное, вся галактика целиком эволюционирует пребиотическим образом. Вот, и это все может, значит, в миллиарды раз ускроет скорость естественной дарвиновской эволюции по сравнению с одной планетой. И видите, у вас тут возникает совершенно другой механизм возникновения жизни. То есть, панспермия – это не перенос проблемы возникновения жизни в другое место. Это может быть просто совершенно другой механизм возникновения жизни. Вот, вот эта вся картинка неумозрительная. Почему? Потому что эта картинка получается проверяемая. Значит, как ее можно проверить? Вы видите, что у вас происходит предбиологическая эволюция синхронно во всей галактике. Значит, и жизнь тоже вот таким синхронным образом возникнет везде, и она везде возникнет на одной и той же молекулярно-химической основе. Ну, типа, у нее должен быть там один и тот же генетический код, один и тот же механизм трансляции, вот что-то такое. Белки те же самые. Так это же можно экспериментально обнаружить. Вот как это экспериментально обнаружить? Это другое дело. В принципе, обнаружимо. Ну, например, мы поймали заведомо межзвездный метеорит, и нашли там следы какой-то вот этой самой внеземной жизни, изучили ее химию, увидели, что она такая же, как у нас. Вот химия будет везде одна. Раз. Вот так можно, например, получить подтверждение. А может быть, нам удастся связаться с внеземными цивилизациями, и они нам просто расскажут, какая у них биохимия. Другой, возможно, канал подтверждения. А может, они нам расскажут, что у них биохимия другая, и тогда вот эта гипотеза больше называется фальсифицирована, она будет опровергнута. То есть это как бы нормальная наука, она проверяемая и опровергаемая. Это, значит, первая причина, почему вот эта вот идея, что это просто перенос в другое место, неправильная. Значит, вторая причина. Может быть, ее и нет никакой биологической эволюции вообще. Действительно, просто нет. И происходит жизнь путем самосборки. Тогда, значит, мы должны наблюдать жизнь, которая получилась в самосборке путем самосборкой. А мы сказали, что вероятность этого на отдельной планете равна нулю. Самосборка не могла произойти на нашей планете. Значит, вероятность самосборки в нашей галактике тоже равна нулю. Вот это все исчезающие малые вероятности. Но если рассмотреть всю нашу Вселенную в сценарии, значит, вечной хаотической инфляции Андрея и Линда, вот, то она конечная, но она инфляционно большая. Это означает, что ее размер, ну, на величину порядка 10 в степени 10, там, 50-й. Раз больше, чем видимый объем Вселенной. Значит, 10 и, например, 10 в 50-й степени нулей. Это практически актуальная бесконечность. И вот как бы ни была мала вероятность вот этой самой самосборки, где-то на просторах нашей Вселенной она, тем не менее, произойдет. Причем во многих местах. Но это будет чрезвычайно редкое событие. Ну, вот, например, в видимой части нашей Вселенной оно произойдет либо один раз, либо не одного. Вот. И, значит, мы можем оказаться свидетелями такого события. Смотрите, если где-то оно во Вселенной произошло, то у него эти свидетели будут, да? А куда же деваться-то? Вот эта самая жизнь разобьется до наблюдателей, и, значит, она начнет наблюдать вот эту самосборку. Значит, может быть, мы и являемся наблюдателем вот такой самосборки. Это, значит, объяснение нашего существования в духе так называемого слабоантропного принципа, получается. То есть мы случайно как бы оказались. И это чрезвычайно такая жесткая случайность. То есть в этом сценарии мы получаемся единственной жизнью во всей Вселенной. Вот. Ну, это кажется... Это выглядит для как бы нормального здорового ума совершенно противоестественной возможности. Я как бы не могу отнестись к этому... Я не могу заставить себя серьезно отнестись к такой странной возможности. Вот. Тем не менее, смотрите, это еще одно альтернативное объяснение жизни, которое... Да, тогда у нас жизнь возникла, конечно, с помощью панспермии. Вот. Ну, не прямо же на нашей планете произошла вот эта самосборка. Это же вообще просто безумие какое-то так думать. Ну, где-то она произошла вблизи нашей галактики или в нашей галактике. Она у нас все равно с помощью панспермии получилась. И смотрите, это второй перенос... Второе это как бы объяснение возникновения, появления жизни на нашей планете с помощью панспермии, где панспермия не является просто переносом вопроса возникновения жизни в другое место. Там был реализован механизм, который не мог реализоваться на нашей планете. Вот эта самая случайная самосборка. Но это еще... Там можно как-то с трудом, со скрипом поверить, что это произошло в объеме галактики, но не уж как не на нашей Земле. Это же... Мы же не совсем прямо рехнули, чтобы так думать. Вот, видите, значит, второй способ, почему это неправильная идея, что это просто перенос жизни в другое место. Вот. Вот это вот, значит, так сказать, первая группа альтернативных гипотез, значит, которая не сводится... Александр Милович, а можно мы будем задавать вопросы? Можно, а можно. Я думаю, что зрителям тоже будет важно, потому что иначе мы потеряем логику. Смотрите, мы с вами как физики, да, вот все равно должны оперировать цифрами. И вот вы когда говорили про определенные там вероятности, мне надо для понимания, я все-таки не специалист по происхождению и возникновению жизни, но с математикой дружу. Вот когда вы говорили про пребиотическую эволюцию, то вот какие там вероятности? Потому что если вот эта вот вероятность 10 сотой степени, никакие миллиарды, как вы правильно заметили, даже сотни миллиардов, это вероятность не спасает. На самом деле не 10 в минус сотой степени, там вот если следовать Кунину, 10 в минус двухтысячной степени. Ну, это еще хуже, да. Поэтому сколько бы миллиардов планет земного типа не было, это всего лишь 10 знаков, 20 знаков, а там 2000. Ничего не меняет, да. Да, вот здесь немножко непонятно вот этот момент, потому что вроде как не спасает количество планет земного типа всю эту теорию. Да, оно не спасает для сценария случайной самосборки, но оно спасает для сценария естественной дарвиновской эволюции с шкалой времени в сотни миллиардов лет. Вот, значит, если я говорю о случайной самосборке, я вынужден прибегать к очень жесткому сценарию слабого антропного принципа, что неприятно. Вы правы, они совершенно не спасают. Мы должны предполагать, что мы являемся свидетелями там суперредкого события, там одного во всей нашей Вселенной. А вот если я говорю о как бы пребиотической дарвинской эволюции, у которой естественная шкала времени получается, ну, по крайней мере, там десятки каких-то миллиардов лет, тогда да, тогда может спасать. Если я в миллиарды раз ускорю скорость этой эволюции, так она вполне тогда может реализоваться. То есть вот здесь вот как бы есть две разные возможности. Вот, все понятно, да. Здорово. Ладно, давайте, я тогда дальше поехал. Сейчас я тоже, да-да-да. Мы же всегда делим роли, да, у нас, когда мы вдвоем подкасты работаем. Я, кстати, помню, что вас зовут Сергей. Меня зовут Сергей, да, и Михаил. Михаил, да, Михаил. Да, и у нас Михаил задает вопросы такие про физику, математику, космологию, а я такие больше такого наивного адепта, который пытается во всем этом разобраться. Ну, или, может быть, что-то про философию. А вот смотрите, правильно ли я услышал какая-то такая базовая предпосылка всей вот этой вот истории про панспермию в том, что жизнь-то одинаковая везде. Что вот мы под жизнью, где бы она ни образовалась, понимаем что-то вот абсолютно идентичное. То есть не может быть какого-то... Это не априори мы понимаем. Это следствие нашего механизма, что жизнь должна быть везде точно одинаковой. Кстати, вот если говорить о дарвинской вот этой самой эволюции с огромной шкалой времени, я сказал не совсем точно. Она не совсем должна быть точно одинаковая. Она должна быть одной и той же в одной экологической нише. Вот, например, есть водоуглеродная экологическая ниша, в которой мы сидим, да. Вот там везде будет жизнь одинаковая. А вот, например, к Сан-Фомолите, он там рассказывал нам, что на Венере там таракашки бегают, да. Там совсем другая температура, и в таких условиях жизнь будет другая, но тоже одинаковая для всех условий. То есть здесь несколько как бы разных пластов может образоваться. А вот если жизнь возникла с помощью случайной самосборки, так она вообще один единственный раз могла возникнуть, и тогда она будет просто одинаковая. То есть, смотрите, нам наблюдение, в принципе, позволяет еще и различить между этими двумя сценариями. Между случайной самосборкой и сверхдлинной дарвиновской эволюцией. Это очень интересно. Жизнью мы тогда называем что? Вот я лично для себя называю жизнью то, что эволюционирует в соответствии с дарвиновской эволюцией, чем бы оно ни было. Вот если роботы начнут развиваться в соответствии с собственной дарвиновской эволюцией, я скажу, что они стали как бы искусственной жизнью на вот какой-то такой основе. Можно тогда я уточню вот какой момент. Вот сейчас, да, в области искусственного интеллекта есть разные алгоритмы. Они и раньше были, да, так называемые генетические алгоритмы или алгоритмы, которые позволяют за счет взаимодействия открытых систем, да, за счет так называемого, по-английски называется reinforcing learning или обучения с подкреплением, да, фактически эволюционировать. Да, то есть программка, играя сама с собой, вдруг обучается какой-то игре. Робот, который сначала не умеет ходить, за счет того, что, собственно говоря, есть алгоритм, скажем, подкрепления, да, его успеха, он начинает вдруг обучаться ходить правильно или делать какие-то вещи. Вот это то же самое, что в дарвиновской эволюции или это какие-то разные вещи? Нет, тут нет, тут есть как бы в момент обучения происходит конкуренция каких-то вариантов внутри него, но здесь нет конкуренции там роботов друг с другом, у них нет собственных целей, это вот то, без чего не может существовать вот как бы дарвиновская эволюция роботов, это необходимость, но совершенно недостаточная, значит, нужно много еще чего. В общем, похоже, что вот искусственная жизнь обязательно должна иметь форму какого-то социума или квазисоциума, в общем, что-то с чем-то должно в нем конкурировать, понимаете, вот кроме того, кроме мыслей в собственной голове одного робота, по моим понятиям. Но это может быть и конкуренция, тут на самом деле трудно довольно провести грань, вы можете себе представить огромный суперкомпьютер и в нем много программ, вот если эти программы внутри него начнут между собой конкурировать, да, и начнут какое-то саморазвитие, это тоже будет такая уже виртуальная жизнь, вот это уже будет не видео роботов, а виртуальная, ну, пока что этого ничего нету, вот все эти драматические... Вот, чтобы все-таки еще раз подтвердить правильное понимание среди всех, что такое дарминская эволюция. Все-таки, да, когда два искусственных интеллекта друг с другом играют, и кто-то выигрывает всегда, это, конечно, конкуренция в этом смысле, правда? А в другой момент, что вот вроде как, если еще можно понять, что в пребиотической эволюции могут быть какие-то конгломераты, то, вернее, в биотической, да, то вот когда мы говорим до этого, да, практически где-то середина между совсем химией и еще и уже жизнью, так какая-то вот там интуитивно нет ощущения, что должна быть какая-то конкуренция, какие-то что-то похожее на социум или какие-то такие конгломераты. Кажется, что там все более так, ближе к физике, химии. Ну, там есть конкуренция за свободную энергию, собственно говоря, с чего жизнь началась. Вот, и можно думать по-разному. Но вот, насколько я понимаю, Александр Марков, он думает по-другому. Ну, по крайней мере, у него есть варианты подумать именно таким образом, что там похожее на дарминскую эволюцию было. А вот, как бы, другая точка зрения, что это маловероятно, а на самом деле мы ничего не знаем. Вот это, к этим, к сожалению, здесь придется пока закончить. Вот нет ничего, никаких следов не осталось от приобиотической эволюции, и времени не хватает на приобиотическую эволюцию. Вот, кстати, одна из важнейших вещей. У нас, мы видим все слои эволюции, кроме одного. Мы не видим никаких следов приобиотической эволюции. Нигде вообще. Ни в метеоритах, ни на поверхности Земли, никакими косвенными данными. Это такой страшный гэп в том, что мы имеем в экспериментальном смысле. Хорошо, я думаю, что двинемся дальше. Давайте. Вот, значит, вернемся к нашему плохому сценарию. Значит, сценарию, когда никакой приобиотической эволюции может быть и нет. Вот, и жизнь вынуждена собираться путем самосборки. Вот, и вот здесь вот возникает такая, значит, действительно неприятная ситуация, которую биологи рассматривать не любят. Ну, типа того, что жизнь-то она, ну, например, в нашей галактике вообще не могла сама возникнуть. Вот, значит, один вариант решения этой проблемы, я уже говорил, это, значит, у нас есть вселенная большая, и мы можем быть наблюдателем просто исключительного редкого события самосборки. Вот, а есть совершенно другая возможность. Вот, значит, теперь я отсылаю к, значит, к концу нашего прошлого разговора, вот, где я говорил про мультиверс, про то, что там может быть вот то, что я обозвал сверхразумом, что разумом не является совсем. Это просто какие-то очень продвинутые формы эволюции. Вот, так, значит, первое, вот наиболее ходовой сейчас космологический сценарий, так называемый сценарий вечной хаотической инфляции, где мультиверс, он вечный, и это бесконечная последовательность вселенных, и, в частности, мы сами являемся потомками бесконечного количества вселенных, типа нашей или других, которые существовали до нас. Вот, и это бесконечность в прошлое, вот это очень важно. Вот, и имея бесконечность в прошлое, мы снимаем проблему самосборки. У нас есть бесконечное время, и за бесконечное время реализуется любая возможность, которая, в принципе, может реализоваться. Вот, значит, жизнь за бесконечное время, поскольку она принципиально возможна, а мы знаем, что она принципиально, возможно, на нашем собственном примере, она за бесконечное время обязательно должна была где-то собраться. Вот, но это произошло вообще не в нашей вселенной. Это могло произойти когда-то там бесконечно давно. Ну, на самом деле, бесконечно давно – это эквивалентно тому, что жизнь в мультиверсе была просто всегда. Вот, теперь, как эта самая жизнь может попадать из одной вселенной в другую? Ну, Бог её знает. Значит, ну, вот я говорил о том, что там могут существовать горизонтальные связи, что, например, кировские чёрные дыры могут реализовывать такие горизонтальные связи, Бог её знает, или кротовые норы. Ну, во-первых, там по космосу будут летать у них споры жизни, они могут и сами случайно в такую дыру попасть и попасть к нам. А может быть, вот этот самый сверхразум, он, значит, в силу какого-то там морального императива или что там у них есть, начнёт эту жизнь, коей представителем он сам является, искусственно, значит, переправлять в другие безжизненные вселенные, вот вроде нашей. Может, она была безжизненной исключительно. Вот. И вот тут вот как бы, ну, мы немножко человеческие понятия принимаем, но у этой субстанции, которая будет переправлять такую жизнь, как её не назови, может возникнуть соблазн сообщить о том, что, значит, жизнь имеет-то искусственное происхождение. То есть они могут попытаться поставить штамп какой-то на жизнь, значит, который будет подтверждать её искусственность. Вот. Поэтому, значит, если имеет место сильная проблема спонтанной самозборки первого репликатора, вот неизвестно, на самом деле, имеет она место или не имеет, но, предположим, она имеет, то тогда, значит, существует вероятность, что жизнь нашей вселенной, значит, была транспортирована из других вообще вселенных и имеет какое-то, значит, искусственное клеймо, что она туда попала. Это, значит, первая такая рациональная возможность, почему в жизни стоит поискать такую сигнатуру искусственности. Значит, она не единственная. Александр Дмитриевич, да, прошу прощения, мы договаривались, что можно вторгаться, а вот сок искусственно использовали, да, и вот я думаю, что у части наших зрителей нарисовалась прям такая картинка, что есть какие-то условные там в кавычках непожители, да, которые взяли такую большую колбу, да, там что-то такое похимичили, и вот они таким образом искусственно создали, ну, вот этот посев. То есть искусственно, ну, как... Ну, например, а мы могли просто пометить то, что у них уже было, например. То есть что вы называете словом искусственным? Вот мой вот вопрос. Созданное целенаправленно? Да, целенаправленно. Есть какая-то целенаправленность, которая может быть очень далека от нашего современного понятия искусственности, конечно. Это может быть вообще побочным продуктом каких-то там процессов, которые мы даже себе представить не можем. В общем, когда мы говорим сверхразум, нужно ставить 10 кавычек, значит, над корнем разум, вот когда мы говорим слово искусственное, тоже, значит, нужно ставить много кавычек, потому что это может быть что-то такое, что мы очень с трудом понимаем, что просто... А может быть даже в принципе понять не можем, на какая целенаправленность это должна присутствовать. Вот, значит, смотрите, это вот первая такая... Первая причина, по которой стоит вот такой штамп поискать. Значит, существует вторая причина. Вот смотрите, мы уже сейчас умеем создавать, ну, если не искусственную жизнь, то, например, искусственные генетические коды уже создаются, это делается. Вот, и просто у обычной самой цивилизации, разумной, никакой не сверхразумной, а вот типа нашей, или там чуть-чуть более продвинутой, может возникнуть потребность, например, поэкспериментировать, посоздавать искусственную жизнь. Ну, и вместе с этой потребностью может возникнуть желание пометить ее искусственность. Вот, и это есть вторая причина, значит, по которой тоже можно поискать следы таких меток в нашей жизни. Здесь, правда, возникает большая, ну, не очень большая, но такое некое неудобство возникает. Смотрите, вот для того, чтобы наша жизнь была искусственной, значит, разум должен существовать в нашей галактике, а не где-нибудь. Значит, примерно уже 5 миллиардов лет назад. Вот, а для того, чтобы в нашей галактике разум существовал примерно... Ну, когда Солнечная система возникла, чтобы ее засеять в нее, чего-нибудь такое, да? Значит, а этот разум должен эволюционировать с момента возникновения их собственной жизни еще примерно на 5 миллиардов лет раньше. И это уже получается где-то 10 миллиардов лет назад. А 10 миллиардов лет назад, это, я извиняюсь, время формирования галактического диска. Тогда там было еще не очень весело. Там, конечно, были планеты земного типа, но их было тогда еще гораздо меньше, чем сейчас. Там были жесткие уровни излучений, там постоянно сверхновые взрывались, так что там как бы длительная эволюция жизни стояла под очень большим вопросом. Вот пребиотическая эволюция, вот такая интегральная, как я рассказывал, она могла идти, она потому что могла перекидываться с планеты на планету, да, и поэтому сверхновых не страшны. А для того, чтобы высокоорганизованная жизнь эволюционировала, как на нашей планете, это ай-яй-яй, нехорошо тут сверхновым взрываться нельзя. Вот, а это было тогда. Вот, поэтому, понимаете, возникает сомнение, что у такого разума было время на собственную эволюцию. Вот это вот аргумент против. Хотя он, конечно, не абсолютный. В общем, с моей точки зрения, уж если мы говорим о каких-то сигнатурах искусственности в жизни, нужно на равных основаниях рассматривать две возможности. Это, что она была создана очень старым разумом нашей галактики и была принесена просто из другой Вселенной. Ну вот, а теперь поехали дальше. Значит, давайте мы, значит, всерьём заботимся о проблеме. Нельзя ли поискать вот эту самую сигнатуру жизни, где-нибудь сигнатуру искусственности в нашей жизни? Значит, где искать? Вот был такой, может, сейчас есть исследователь Маркс, фамилия. Он, значит, по-видимому, первым написал, что самое хорошее место для поиска такой искусственной сигнатуры это генетический код. Значит, почему? Потому что генетический код, он ужасно стабилен. Вот он существует уже, по-видимому, где-то 4 с лишним миллиарда лет на Земле. Значит, практически без изменений называется универсальным генетическим кодом. Значит, вот очень хорошее место для сохранения информации. Значит, правда, сам Маркс, вот у него инициал был Г, что-то я забыл, как вызвали, Ж. Маркс. Вот, он написал, что вообще-то в генетическом коде маловато места для того, чтобы встроить туда какую-нибудь сигнальную информацию, и, в общем-то, ничего там не видно. Это был 79-й год. Вот. А потом были опубликованы две статьи. Значит, Владимир Щербак был таким вот основным заводилой в этих статьях. Ему помогал математик Максим Мокуков. Значит, они опубликовали две статьи в 2013 и 2017, кажется, году. Значит, про то, что сигнатуры искусственности в генетическом коде таки находятся. Вот. Значит, они привели еще дополнительные аргументы, почему генетический код хорош. Значит, для записи информации. Значит, смотрите, точно известно, что на самом деле он не единственен. Он может быть другим. Потому что отклонения от генетического кода существуют. Вот сейчас известно, как минимум 32 отклонения, 22 альтернативных генома. Они, например, накапливаются все новые и новые. Вот. Потом люди уже сами научились модифицировать генетический код. И это работает. В общем, они, значит, пишут о том, что генетический код – это действительно очень подходящее место для того, чтобы что-нибудь записать. Это возможно в принципе. Вот. Ну и другим, может быть, удается искусственно вносить всякие изменения. Вот. Но с их статьями есть одна большая проблема. Вот смотрите, на что могли бы быть похожи такие сигнатуры искусственности, но в том же самом генетическом коде. Значит, мы должны поискать какие-то числовые соотношения маловероятные, вот покомбинировать с какими-то цифрами, вот какие-то симметрии там поискать. Вот это то, о чем я сейчас буду говорить. Вот. Но все это может очень легко получить упрек в нумерологии. Вот игра с цифрами, что мы впадаем в невольную подгонку там. Вот. И статьи Владимира Щербака и Мукукова, они невероятно сложные. Вот. Я не больше половины. Вот первая особенно статьи я понял, вторая статья, она больше такая методологическая, хотя тоже очень трудно ее читать. Вот. Она очень легко может получить упрек в этой самой нумерологии, потому что там очень сложное построение используется. Вот мой соавтор по работе, о которой сейчас буду рассказывать, Феликс Петрович Филатов, он как бы является вирусологом и генетиком, он немножко лучше понимает, чем я, но очень трудно там разбираться. Вот. Это все очень нехорошо. Значит, что нужно сделать для того, чтобы как бы обезопасить себя от упрека в этой самой нумерологии? Нужно искать что-то предельно простое. Что-то предельно простое и естественное, что прямо под ногами не валяется, но, может быть, просто что-то кто-то не заметил. Вот. Принцип естественности и простоты. Вот. И, значит, сейчас я расскажу о том, что как бы удается там увидеть, вот, следуя принципу естественности и простоты. Вот. Сам Владимир Щербак ему не следовал этому принципу. Значит, у него очень сложный, и поэтому он даже сумел кое-что просмотреть. Понимаете? Он просто не туда смотрел. Он смотрел в очень сложные такие запутанные вещи, а там кое-что лежит прямо на поверхности. Вот. Теперь я снова расшарю свою картинку, потому что лучше будет показать, чем рассказать. Так. Вот моя презентация. Так и не презентация, но тут немножечко совсем картинок. Ничего страшного. Презентации это даже, пожалуй, не назовешь. Сейчас. А, вот так вот на весь экран. Так. Сейчас я еще уберу это самое меню, которое Zoom все время засовывает в эти презентации и все перегораживает. Надо же было так программу написать. Так. Все убрал. Вот. Вот поехали дальше. Значит, сначала придется рассказать, что такое генетический код. Чуть-чуть. Я, конечно, буду очень коротко рассказывать, но все-таки, если об этом не сказать, то вообще будет ничего непонятным. Значит, генетический код – это способ, который тому, из чего состоит ДНК. А ДНК состоит из так называемых оснований. Вот они по-другому называются нуклеотиды. Кстати, виден мой курсорчик? Да. Ага, хорошо. Вот он из оснований. Значит, генетический код каждой тройки оснований, а их всего существует четыре штуки. Вот тимин, цитозин, аденин, гуанин. Ну, в ДНК так. Там в РНК одно основание другое. Это неважно. Значит, будем эти рассматривать. Значит, каждой тройки оснований составляет один продукт кодирования, который может быть либо аминокислота, из которых потом белки собираются, либо команда стоп. Значит, команда стоп, она должна останавливать синтез какого-то определенного белка. Значит, существует всего 20 аминокислот, и еще команда стоп, значит, всего 21 продукт кодирования. Значит, каждая тройка оснований кодирует один продукт кодирования, и поэтому естественная математическая структура, которая описывает генетический код, это трехмерная матрица. Вот смотрите, мы по сторонам этой трехмерной матрицы откладываем вот эти вот три основания, тимин, цитозин, аденин, гуанин. Ну, а в клеточках, таких кубических клеточках, этой трехмерной матрицы, значит, будет тогда помещаться продукт кодирования. Ну, вот разные аминокислоты, вот здесь вот на этой табличке они буквками просто обозначены, вот здесь есть команда стоп, вот они будут помещаться в ячеечках вот этой вот самой кубической такой трехмерной матрицы. Но кубическую трехмерную матрицу, значит, очень неудобно нарисовать на двухмерной бумаге или там двухмерном экране, как у нас сейчас. Поэтому люди с самого начала стали рисовать разным плоским способом вот эту вот самую картинку. Ну и вот этот вот способ, который здесь приведен, он был придуман Фрэнсисом Криком. Вот эта таблица прямо к нему восходит. Значит, здесь сделано как? Здесь вот первые два основания, тройки, они отложены по сторонам вот этой вот матрицы. А вот эти вот колонки, я их так и буду называть, они расположены лежа. Вот одна колонка, вот другая колонка. В каждой колонке четыре основания. Это третье основание. Вот смотрите, два здесь постоянные, вот CT, например, вот в этой вот клеточке. А вот это вот третье меняется, и вот оно меняется в соответствии с этой самой колонкой. Вот, вот это вот таблица генетического кода. И, значит, я здесь уже сразу выделил две интересные вещи. Значит, видно, что вот эти вот колонки, они бывают двух разных типов. Значит, каждая клеточка у нас здесь, это на самом деле колонка. Я еще раз повторяю, значит, чтобы мы это не забывали. Вот, они двух разных типов бывают. Бывают колонки однородные. Вот такие однородные колонки, это где все четыре тройки, которые расположены в этой колонке, кодируют одно и то же. Ну, вот здесь кодируется какое-то там L, я не помню, что это такое. Это стандартное, кстати, однобуквенное обозначение аминокислоты. Вот я их запомнить не могу. Вот еще однородная колонка. И все колонки, которые здесь закрашены серым цветом, это, значит, однородные колонки. Их восемь штук. Вот можете пересчитать, здесь серых восемь. А есть колонки неоднородные. Значит, такие колонки, в которых разные продукты кодирования окажутся. Вот их может быть два. Вот здесь вот F и L, да, вот в этой вот колонке, в которой две буковки ТТ. Вот здесь вот даже, может быть, три, вот там появляется эта самая команда стоп. Вот. И Владимир Щербак придумал, значит, вот на основании деления колонок по типу, однородной и неоднородной, сопоставлять таблицы генетического кода. Вот такие картинки, которые он назвал каллиграмами. А я их буду называть каллиграмами Щербака. На самом деле сам Щербак рисовал их немножечко посложнее. Мы их попроще рисуем. Но все равно я их буду называть каллиграмами Щербака, потому что по смыслу это, в общем, то же самое. Вот. И вот тут, значит, с этих самых однородных, неоднородных колонок начинаются разные интересные чудеса. Значит, я начну с Фрэнсиса Крика, который представил таблицу генетического кода в том виде, как я ее здесь нарисовал. Значит, сам он сказал, что генетический код – это замороженная случайность. И вот действительно, современная наука, она не знает никакого способа объяснения, почему генетический код именно такой, а не какой-то другой, потому что другие могли быть. Кроме реализации какой-то случайности, которая потом на 4 миллиарда лет аж была заморожена. Но Юрий Борисович Румер, он, значит, ему это не понравилось. Он думал по-другому. Ну вот я не могу не сказать несколько слов о Юрии Борисовиче Румерове. Это вот один из моих любимых персонажей в науке. Это был совершенно замечательный физик-теоретик. Книга Юрия Борисовича Румера по статистической физике, значит, единственная книга по статистической физике, по которой я смог лично понять статистическую физику. По остальным книгам я ее понять не мог. А эту книгу, значит, Румера Рывкина я прочитал и понял. Вот. Я прямо сейчас работаю, значит, с книгой по квантовой теории поля, которую Юрий Борисович Румер написал. Еще замечательный теоретик. Теоретик жизни у него была очень тяжелая. Он 10 лет отмотал в шарашках в сталинские времена, значит, по полной программе от начала до конца срока. И тем не менее сохранил всю свою научную потенцию. Так вот, не понравилось ему объяснение Крика, что это замороженная случайность. И он стал пытаться какую-то искать рациональную основу в структуре генетического кода. Он, значит, обнаружил, что существует в генетическом коде 8 однородных и 8 неоднородных колонок, вот как я их буду и дальше называть колонками. Поскольку их 8 и там, и там, он их назвал актетами. Значит, он их собрал в группу по 8 штук. И вот они, мы будем их называть актеты 1 и 2. Ну, они примерно так и называются в литературе, хотя тут иногда пишут не римские цифры, значит, а арабские. Вот он сделал в 68 году. И он же обнаружил, что вот эти вот два актета подчиняются удивительной симметрии, вот которая называется симметрия Румера. Значит, в чем она заключается? Я ее буду обозначать буквой Р, это симметрия. Значит, если поменять местами вот два основания Т и Г и С и А вот такими двумя парами, то окажется, что каждая клеточка, значит, вот от однородного актета 1 и 1 перейдет в клеточку неоднородного актета 1 и 1. Вот как бы актеты меняются местами. То есть, однородный и неоднородный актеты, актеты 1 и 2 переходят друг в друга. Ну, вот, например, смотрите, пара ЦТ переходит в АГ. Где у нас тут ЦТ? Вот, вот клеточка ЦТ. И переходит она вот в эту клеточку АГ. Вот, видите, вот была серенькая, стала беленькая. Вот таким вот образом они меняются. Значит, это пример, значит, вот это вот Румеровская симметрия. Значит, первое, что делает эта симметрия, то, что сам Румер обнаружил, что она переводит актеты друг в друга. Вот, как бы больше ничего он любопытного не нашел. Но, вот смотрите, вот здесь нарисовано, как преобразуется вот это вот начертание, значит, таблицы генетического кода, если на ее сторонах переставить основание в соответствии с этой Румеровской симметрией. Вот смотрите, вот такая картинка переходит в такую картинку. Тоже красиво. Смотрите, здесь справа получается негатив по отношению вот к этому, к левой картинке. Значит, почему? Обязательно так и будет получаться. Поскольку актет 1 переходит в 1, в актет 2 точно, вот, а у них цвета-то разные, то, значит, картинка будет сменяться негативом. А вот на этой конкретной картинке видно, что еще и поворот на 180 градусов происходит вот этой самой штуке. Но это сейчас мы увидим, тут дальше будет интереснее. Вот. Это вот то, с чего Румер начал. Значит, Румерская симметрия. Поехали дальше. Это, значит, не все. Смотрите, значит, вот здесь вот-вот нарисован один единственный способ изображения таблицы генетического кода, но, возможно, другие способы изображения той же самой генетической таблицы. Значит, если мы будем переставлять просто порядок следования основания на сторонах. Вот. Ну, вот один пример здесь уже приведен. Вот. Так вот, существует всего 24 способа таким образом записать таблицу генетического кода. Это вот я буду называть разными однородными представлениями таблицы. Значит, есть еще неоднородные представления таблицы. Вот видите, здесь прямо какая-то математика уже пошла. Значит, что такое неоднородное представление таблицы? Это когда у вас на разных сторонах будут разные последовательности. Вот. Это мы не будем рассматривать. Вот таких вот вариантов таблицы, где разные могут быть последовательности, существует 576 штук. Очень много. Эти таблицы просто еще не исследованы. Значит, мы ограничиваемся более простым случаем, когда последовательности эти одинаковые, но разные. Значит, сколько будет таких таблиц? А вот сколько существует перестановок этих букв? Значит, количество перестановок из четырех разных элементов. Это 4 факториал. 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4, значит, 24. Значит, существует всего 24 такие каллиграммы. Но на самом деле не надо рисовать все 24 каллиграммы, для того чтобы посмотреть все нетривиальные картинки. Значит, почему? Потому что если мы одновременно просто инвертируем полностью порядок следования вот этих оснований на сторонах, заменим его обратным, то эта картинка, она тоже инвертируется, на самом деле просто повернется на 180 градусов. То есть, понимаете, мы другой картинки не получим. Мы получим ту же самую картинку, повернутую на 180 градусов. Вот все. А зачем все это было нарисовано? Да, значит, достаточно нарисовать 12 нетривиальных каллиграмм, а остальные 12 получаются повороты просто на 180 градусов. То есть, фактически на этой картинке они нарисованы все. Значит, для чего мы их в свое время нарисовали? Значит, идея тривиальная была. Вот это никакая не нумерология, а просто очень просто. Ну, посмотреть, какие бывают эти таблицы, эти каллиграммы. Может, у них что-нибудь интересненькое есть. И оказалось, что правда есть. Вот смотрите, среди вот этих двух всех каллиграмм, вот этих 12 штук, две из них особенные. Вот в чем их особенность? В них фигура, которая занимает каждый из актетов, первый и второй, вот первый у нас черный, второй белый, они односвязные. Односвязные, значит, они не имеют разрывов. Вот это вот оригинальная картинка для генетического кода. Вот здесь не односвязная. Более того, здесь каждый актет состоит из трех отдельных кусков. Вот видите, раз, два, три. И второй актет тоже раз, два, три. А здесь по одному. И вот две только такие картинки есть. Вот. И вот с этими двумя картинками связаны совершеннейшие симметрийные чудеса. Вот. Оказывается, что если вместе с преобразованием Румера рассмотреть еще два преобразования, которые являются как бы просто-напросто половинками этого преобразования, то есть очень тесно с ним связаны. Р1 – это вот когда делается только вот такая перестановка и не делается такая, вот только в одной паре перестановка. А Р2 – ну, перестановка во второй паре. Вот. Вот оказывается, что вот эти вот три преобразования, ну, во-первых, они все вместе образуют, обладают групповыми свойствами. Вот они образуют то, что называется математическая группа. Но я уже не буду вдаваться в подробности, а то это нас совсем далеко унесет. Вот здесь вот нарисованы групповые свойства. Это кадр просто из моего доклада, который я позавчера делал в МГУ. Вот. Так вот, оказывается, что вот эти вот односвязные каллиграммы, они все друг через друга преобразуются с помощью вот этих вот трех очень простых преобразований. Вот. Показано, как они преобразуются. Ну, например, если на вот эту вот каллиграмму подействует преобразованием R, получится вот такая каллиграмма. Если еще раз подействует преобразованием R1, получится снова вот такая каллиграмма. Ну, и здесь нарисовано, что как получается. Ужасно симметричная картинка. Вот она сама центрально симметричная, и она симметричная, там, относительно поворот на 180 градусов. Вот. Вот такие вот симметрийные чудеса образуются в генетическом коде, которые не имеют никакого функционального смысла. Вот, по крайней мере, современная наука ни с какой функциональностью генетического кода всю вот эту вот машинерию связать не способна. И обратите внимание, что все это ужасно просто. Это просто на поверхности лежит. Вот Румер чуть-чуть как бы не дошел до этих преобразований односвязанных калибрамм. Он уже потом там, так сказать, уже почти к этому подошел, но вот не сделал этого шага. Вот. Но все это есть. Вот и все это очень просто. Но в этом не видно никакого специального смысла. То есть тут нет биологического смысла. Это просто совершенно точно. И нет никакого информационного смысла. Это просто невыносимо красиво. Вот и все. Значит, на что это похоже? А это похоже как бы на сигнал привлечения внимания. Вот смотрите, это очень трудно не заметить. Вот. И мы это действительно заметили. Вот. Теперь я хочу сказать, что вот мы передаем, уже есть опыт передач, значит, сообщений инопланетным цивилизациям. Вот Александр Леонидович Зайцев этим занимался. Вот. Так как были устроены эти передачи? Вот эти передачи имели такую же структуру. Там сначала идет бессмысленный сигнал привлечения внимания. Но вот в этих самых передачах сети это был так называемый шизондирующий сигнал. Просто передается как бы гудение на одной и той же частоте. Оно не несет никакой информации. Вообще никакой. Но оно выглядит очень противоестественно и очень легко его обнаружить. Вот. Вот. Вот здесь очень похоже на это. Вот. Значит, о чем говорит вот этот вот самый сигнал привлечения внимания? Слушайте, господа говорят, а давайте-ка вы внимательнее присмотритесь к этим румеровским актетам, а нет ли там еще чего. И вот давайте-ка мы и присмотримся. Значит, мы сделаем еще один шажочек маленький в глубину анализа. Значит, как устроен этот шажочек? Давайте мы рассмотрим продукты, которые кодируются генетическим кодом. Значит, сами продукты кодирования, они являются неотъемлемой частью генетического кода. Вот. И эти продукты кодирования имеют атомные массы. Вот. Вот здесь табличка со всеми продуктами кодирования. Здесь приведены их атомные массы. Значит, каким образом они приведены? Атомные массы приведены в том смысле, что называется массовое число в ядерной физике. Это значит просто количество нуклонов, которые входят в ядро. Вот. Ну и здесь эти массы выписаны, естественно, для самых стабильных изотопов. А что может быть проще? Ну, скажем, углерод – 12, кислород – 16, там водород – 1, азот – 14. Вот так это сделано. Вот и есть эти массы. Давайте мы на них посмотрим повнимательнее, на эти массы. Вот эти вот массы сами по себе, ну, ничего в них такого интересного нет. Они представляют каждое поддельное. Ну, все вместе, они просто набор случайных чисел. Вот так вот они, таким образом себя, так они выглядят. Но, значит, здесь есть одна хитрость. Значит, все аминокислоты, они почему аминокислоты-то? Потому что они одинаково устроены. Они состоят из константной, так называемой константной части. Вот здесь нарисована общая структура аминокислоты. Из константной части и радикала. Вот константные части у всех аминокислот, за единственным исключением, правда, одинаковые. Вот, единственным исключением является пролин. У него масса 73. И там, ну, я об этом рассказывать не буду, вот Румер, то есть не Румер, а Щербак, значит, очень сильно использовал вот эту вот разницу между 73-кой и 74-кой в своих рассуждениях, но мы этого касаться не будем, это слишком сложно. Значит, смотрите, вот это вот число 74, значит, которое является массой одинаковой у всей константной части, за вот единственным исключением, значит, это такое магическое число, выделенное специальным образом природой или там чем еще, вот в этом самом контексте. Оно, значит, предопределено. Вот, а теперь мы сделаем очень-очень простую вещь. Мы просто возьмем и сосчитаем отдельно массу каждого из двух румеровских аспектов, актетов. Нам же вот этот самый сигнал привлечения внимания сказал, что обратите внимание на румеровские актеты. Ну и давайте мы и обратим. Ну что тут самое простое можно сделать? Ну, дайте массу их сосчитаем. Ну, очень просто масса считается. Вот они считаются просто по таблице вот этого генетического кода. Значит, каждая ячейка считается отдельно, чтобы все было равноправно. Вот смотрите, вот здесь продукт кодирования S, значит, он тут считается, вот сколько тут есть ячейок, столько раз считается. Четыре раза. Вот здесь вот F, например, два раза считается, или два раза считается, ну и так далее. Вот каждая ячейка таблиц считается отдельно. Вот появляли, получается два числа. Вот масса актета 1 получается 3700. Масса актета 2 получается 4218. Значит, по построению это два случайных целых числа. Вот они как бы никак между собой не могут быть связаны. И вдруг оказывается, что 3700 делится вот на это самое магическое число 74. Ну ладно, случайность. А потом оказывается, что 4218 тоже делится на 74. Вот это уже как бы не лезет ни в какие ворота. Потому что это два случайных числа и две такие случайные делимости, это уже очень маленькая вероятность. И она не просто маленькая, ее даже можно сосчитать. Вот смотрите, значит, то, что первое делится на 74, это совершенно случайное число. Вероятность 1,74. То, что второе, еще раз 1,74, получается 1,5476. Это 0,02%. Это вот то, что в науке называется примерно три стандартных отклонения. Это, значит, три стандартных отклонения, это сильное указание на наличие эффекта. Вот так вот по научным критериям. Вот. То есть вот эта вот картинка в этом смысле выглядит очень сильно не случайной. И это странно. Ну вот как к этому относиться? Ну, может, это случайность. А может, об этом стоит подумать. Вот. Но на этом история совершенно не кончается. Во-первых, значит, я вспомню еще раз Владимира Щербака. Да, вот еще одно слово, я чуть не забыл. Значит, у нас как бы информация расположилась по двум информационным уровням уже. Вот первый уровень, совсем прямый уровень привлечения внимания, это румеровские симметрии. И вот здесь вот второй уровень, более сложная чуть-чуть информация. Значит, информация связана с полными весами аминокислот. Вот. А Щербак, он занимался, значит, совсем не этим. У него все было гораздо сложнее. Значит, он там считал отдельные веса вот этих самых радикалов. У него там было много чего другое. Вот. А результатом его деятельности, значит, было то, что он обнаружил в генетическом ходе множество числовых сигнатур, которые имеют специальную форму только в десятичной системе счисления. И имеют они вот такой вот ветвь. Н умноженное на 111. Это, значит, числа типа 111, 222, 444, 666. Вот таких он там нарыл целую кучу. Вот как бы это тоже удивительная случайность. Это у него очень сложно мотивированная случайность. Вот. Поэтому это вне как бы нашего анализа сейчас находится. Но вот как бы уши вот этой вот очень сложной всей идеологии, они торчат немножко даже вот на предыдущий наш второй уровень сложности массовой, который мы сейчас изучили. Вот смотрите, вот такое соотношение 4218 минус 3700 плюс 74 деленное пополам. Вот получается число чербака 555. Значит, все числа в левой части равенства нам уже известны. Вот это су, это масса октетов, это 74, это масса константной части. Значит, что здесь плохо и что здесь недопустимо в рамках нашей идеологии? Значит, деление пополам. Вот почему мы должны что-то делить пополам? Это нумерология. Вот. Мы такие вещи не допускаем. Вот. И это контрпример к нашей методике, значит, которую мы здесь, которую мы использовали. Вот. То есть вот что-то там странное есть, но мы вот странность такого уровня сложности не допускаем. Значит, нам уже хватает и тех странностей, которые мы нашли, тем больше это еще не конец. А, да, картинок у меня больше нет, давайте я отшарю. Значит, там возникает еще одна штука. Вот из двух октетов румеровских наиболее простую форму такую имеет октет номер один. Вот, который однородный, где четыре основания всегда кодируют в колонке одно и то же. И вот, оказывается, если выполнить, опять же, очень-очень простую вещь. Расположить продукты кодирования вот этих однородных колонок, ну, в порядке возрастания номеров. А можно в порядке убывания номеров. Вот. Оказывается, получается... Сейчас, я не нарисую. У меня не было рисунка, да? Я хотел нарисовать, забыл. Ладно. Значит, получается, значит, если теперь посмотреть на последовательность первых оснований в этих триплетах, значит, которые соответствуют этим акислотам, значит, получается цепочка из восьми буквок. Вот. И эта цепочка оказывается зеркально-симметричной, значит, относительно своего центра, значит, в смысле комплементарности. Значит, комплементарность – это я напомню, что такое. Это когда две цепочки, две нитки ДНК соединяются в двойную спираль, то, значит, одно аминокислоте всегда соответствует с ней другая, которая называется комплементарной. И это соответствие взаимно однозначное. Так вот эти вот две половинки в этой последовательности оказываются симметричными в смысле комплементарности. Вот на одинаковых расстояниях концептора, получается, значит, комплементарные стоят основания. Значит, вероятность, степень случайности вот этой расстановки тоже можно оценить, но, значит, довольно сложно. Здесь есть одна тонкость. Значит, здесь возникает так называемая проблема поиска по углам. Это вот что такое. Вопрос ставится таким образом. Вот давайте мы построим эту цепочку. Вопрос. А что бы нам могло показаться в ней странным? И нам могла бы показаться в ней странным не только такая симметричная расстановка, а много разных других. Ну, например, повтор два раза одного и того же, или там просто симметричная расстановка. Понимаете, здесь нужно сосчитать количество разных ситуаций, которые могли бы нас удивить, которые могли бы нас удивить, и разделить на количество ситуаций вообще, количество вот таких вот расстановок. Вот здесь получается степень случайности примерно 2%, на самом деле. То есть вероятность попадания именно комплементарно-симметричной цепочки гораздо меньше, но вот с учетом поиска по углам получается примерно 2%. То есть смотрите, что получается. Вот это вот наша... Да, и вот эта вот расстановка, она выглядит совершенно независимой от массовых совпадений, которые мы раньше наблюдали. Поэтому это возникает два независимых случайных числа, две независимые вероятности. И чтобы оценить степень полной случайности, ну их нужно перемножить по правилам теории вероятности. Вот мы 0,02% умножаем еще просто примерно на 0,02, то есть нужно 0,02 разделить на 0,50, это получается 0,005%. Вот 0,005% – это вот хорошо оцененный уровень случайности, той картинки, которую мы получаем на очень-очень простом уровне. Вот все, что мы обсуждали, ну буквально, прости господи, под ногами валяется, понимаете? Ничего там сложного нет. Вот, ну собственно говоря, все. Как к этому относиться, как бы решает каждый индивидуально. Значит, я хочу сказать, что... А, я забыл сказать одну очень важную вещь. Супер важную вещь я хотел сказать. Значит, вот эта вот вся машина... Значит, мы обнаружили огромную степень случайности вот этих вот самых случайных сигнатур, но мы как бы не имеем гарантии, что они имеют искусственного происхождения. Но, значит, приняв в качестве рабочей гипотезы вот эту самую искусственность происхождения сигнатур, мы можем получить проверяемые следствия. Значит, как выглядят проверяемые следствия? Смотрите, если эти сигнатуры действительно имеют искусственное происхождение, то они были сделаны в одном единственном экземпляре генетического кода, значит, в том самом, который сейчас называется универсальным генетическим кодом, из которого вся жизнь началась. Вот. А мы сейчас знаем 32 других генетических кода, которые получились из универсального генетического кода путем мутации. Вот. Так вот, эти самые мутации, они должны портить эти самые информационные сигнатуры универсального генетического кода, и поэтому предсказание состоит в том, что ни в каких мутированных генетических кодах мы ничего интересного не найдем. Вот. И это предсказание, значит, было уже проверено для 22 альтернативных генетических кодов самим Владимиром Шербаковым и Максимом Мокуковым. Вот. То есть оно подтверждается. В еще 12 случаях оно не было проверено, мы не проверяли. Вот. То есть есть некая программа исследований. Во-первых, нужно довести эту проверку до конца. И последнее. Значит, тут есть еще один такой философский, немножко сложный вариант исследования. Вот смотрите, я сказал, что очень сложные мотивации, они недопустимы, всякие сложные числовые построения недопустимы, потому что мы получим обвинение в нумерологии. Но мы уже имеем априорно два информационных уровня, которые нам говорят, что вообще на самом деле имеет смысл разобраться и в более сложных вещах, посмотреть поглубже. Вот. И у нас тут есть как бы оправдание, почему мы можем воспользоваться более сложными рассмотрениями чего-нибудь. Вот. Вот здесь вот как бы чистая нумерология, с моей точки зрения, вы можете со мной поспорить, она исчезает. Потому что мы понимаем, почему мы ее тут можем применить. Это уже не является произволом. Вот сколько я видел всякой нумерологии на своем веку, вы бы знали. Вот. Вот это здесь другое. Она получается очень сильно мотивированная. Да. И последнее замечание тоже в качестве некого анонса вот того, что еще можно было бы сделать. Вот здесь как бы самое сладкое напоследок. Вот я сказал, да, вот в тех вот числовых совпадениях, которые мы обнаружили на втором информационном уровне, тоже невозможно усмотреть никакой информационный смысл. Ну, просто совпадение и все. Вот. И вот эта симметрия с увеличением масс, ну, тоже просто красивая симметрия, тоже никакого специального смысла. Значит, чего на первый взгляд не хватает в этой самой как бы разумной информационной сигнатуре? А смысла в ней не хватает. Вот, скажем, там было где-нибудь закодировано, там первые несколько простых чисел, да, или первые несколько чисел Фибоначчи. Мы бы сказали, ага, вот, кстати говоря, именно так и устроены те послания анонетянам, которые были посланы с нашей земли. Мы бы сказали, ага, ну, тут уже как бы никаких сомнений нет. Вот. А здесь как бы не видно никаких этих самых информационных сигнатур. А вот на самом деле только как бы. Потому что есть подозрения, что они там есть. Вот. Они есть подозрения, что они там есть, но они возникают на третьем уровне сложности, значит, о котором я, значит, принципиально сегодня говорить не буду. Мы с этим и сейчас разбираемся. Вот. И там как раз есть что-то очень похожее на последовательность простых чисел или последовательность Фибоначчи. Вот что-то такое там может быть и есть, но тут нужно еще очень хорошо поковыряться и подумать. Ну, все. Ух, да? Я вас просил меня перебивать. Невозможно. Это было невозможно, вы защищались слайдами. Ну что? Есть вопросы. Да. Но их не может быть. Вопросы, они, конечно, навряд ли могут быть сугубо предметные вот про то, что вы говорили, но такие немножко, может быть, околофилософские, но связанные с построением теории. Вы много раз упоминали слова естественность. Вот это все. Это довольно часто действительно используется понятие физики. Да, вот. Очень много проблем физики, которые кажутся, на первый взгляд, ну, какими-то очень странными. Да, вот есть такая проблема, называется иерархия масс. В теории частиц, ну, в теории поля. Что вот фундаментальные массы наших частиц, там, нейтрины, электроны и так далее, те самые фундаментальные, они уж как-то больно странно разбросаны. Почему-то между ними слишком большое какое-то расстояние. Калибровочное расстояние. Вот. И здесь возникают тоже проблемы иерархии и проблемы естественности. По идее, они не должны так быть разбросаны. Ну, почему так случается? И, конечно же, в этом случае никто никогда не привлекает там ни сверхразум, ни какие-то там еще искусственность этого происхождения. Все пытаются более естественным образом это объяснить. И чаще всего на уровне теории это удается. То есть, видимо, мы просто какой-то вот еще один более глубокий слой теоретически мы добавляем. Ну, то есть, там есть масса разных новых теорий. Теория струн, исследующие измерения и так далее, и так далее. То есть, много придумано чего, что может объяснять какую-то странность. Более того, например, симметрии чаще всего, на котором фронтс является фундаментом всей физики, особенно фундаментальной чаще всего, они так или иначе объясняются все-таки иногда ну, какой-то принципами, да? То есть, принципами с точки зрения минимальности какой-то энергии, еще каких-то вещей. То есть, есть ряд принципов, которые заложены. Мы не будем сейчас спрашивать, почему эти принципы, да? То есть, проект тоже может много говорить, но эти почему... Просто следует из структуры логранжанов, как правильно, которые должны быть симметричные и относительно... Да-да-да, но почему логранжан такой, мы не задаем. Мы знаем, что он должен быть симметричный. Вот, и там возникает... Не, он должен быть инвариантом относительно там общего варианта, специального варианта, и там страшно сильно сужается набор этих логранжанов, и они там несут свои симметрии. Совершенно верно. И вроде как можно всегда какие-то, на первый взгляд, искусственности, назовем их так, да, объяснить просто добавлением следующего уровня теоретического. Да, то есть, мы что-то просто, наверное, не учли, или, например, ограничились только теорией. Ну вот, если мы говорим про то, что сегодня обсуждалось, то, возможно, действительно там эволюция Дарвиновская или еще какая-то эволюция имеет под собой основание более глубокое. Да, вот там не три этих утверждения Дарвина, а, может быть, они основаны еще на более каких-то глубоких вещах, которые мы пока просто не открыли, пока просто не использовали. И отсюда, возможно, возникает вот это вот ощущение искусственности. И мы начинаем использовать понятие там сверхразума, привлекаем мультиверс и так далее, и так далее. Вот, ну, по крайней мере, так устроена теоретическая физика, ну, которую я знаю. Вот нет здесь такой же истории? Конечно, есть. Нет. Как бы это вообще находится в природе науки. У нас природа, то есть, наука у нас ничего никогда не доказывает. У нас всегда наука делает те или иные предположения, значит, более или менее вероятными. Значит, когда какие-то предположения делаются менее вероятными, мы говорим об опровержении, о пульсификации. Когда какие-то утверждения делаются более вероятными, мы говорим, что вот получены аргументы в пользу, и иногда не совсем грамотно это называют доказательствами. Ну, взять, например, какую-нибудь классическую механику, да? Уж сколько раз об этом спотыкали. Значит, сначала думали, что классическая механика Ньютона, ну, конечно, правильная. Там Лаплас, что ли, сказал, что, или не Лаплас, что, о, счастливец Ньютона, систему мира можно установить только один раз. Не помню точно автор, по-моему, Лаплас. Ну, это было глубоко ошибочное утверждение. Потом возникла, значит, релятивистская механика. Так что же вы сейчас думаете? Сейчас классическая механика релятивистская снова под вопросом. Есть так называемая теория Монда, которая то ли правильная, то ли неправильная. И она говорит, что то, чему в школе учат, я извиняюсь, с учетом даже Альберта Эйнштейна, может быть, неправильная. Но и здесь та же самая ситуация. Значит, вот приведены некие, значит, фактические данные. Вот эти фактические данные, как бы от них никуда не деться. А вопрос, как к ним относиться, это, конечно, решает каждый сам. Вот. Все, точка. Ну, с моей точки зрения, как бы, очень трудно представить себе даже, на что бы могло быть похоже естественное объяснение вот таких вот сигнатур, которые я показал, особенно с учетом того, о чем я еще не рассказал. Это просто, на самом деле, совсем ни в какие ворота не лезет. Но я говорю, это такой дисклеймер очень важный. Вот, кстати говоря, как бы разным научным журналистам прошу не беспокоиться. Я не говорил и не утверждал, что в генетическом коде найдены искусственные сигнатуры. Я хочу просто обратить внимание на очень большие странности, которые там присутствуют. И, пожалуйста, думайте о них, что хотите. Вот такая ситуация. Вот, смотрите, я все опять из своей позиции этого неофита. То есть, получается, что мы, ну, по камере, допускаем, да, вероятность того, что некий сверхразум, искусственно создавая генетический код, там как бы заложил, ну, как говорят компьютерщики, пасхалку на такую подпись, что, ребятки, обратите внимание, это все не случайно. Как будто бы он хотел нам на это намекнуть. Зачем? Ну, это как будто бы, вот мы не знаем, мы создавали бы очень сложную компьютерную игру, в нее заложили для персонажа этой игры намек на то, что ты знаешь, вот тот мир, по которому ты там сейчас бродишь, товарищ Марио или там еще какой-нибудь, да, вообще, так говоря, есть его создатель. Ну, это просто, мы, конечно, не можем сверхразуму, например, приписывать какие-нибудь мотивы, мы даже не можем приписывать просто другой разумной цивилизации, какие-нибудь мотивы, мы можем очень сильно ошибиться, да, но они просто хотят заявить о себе, что вот мы есть, что, например, в зависимости от контекста, есть другой разум в вашей галактике. Это если в нашей галактике было сделано. Ну, это просто тот же самый мотив, который движет нами самими, когда мы ведем передачи на другие цивилизации. На кой нам это нужно? Мы же не пытаемся решить какую-то научную задачу. А что мы делаем? Мы следуем моральному императиву. Ну, вот, может быть, там в этих самых, как бы, формах реальности есть что-то похожее на моральное императиво, которое формулирует такие цели заявить о себе. В конце концов, эта информация может для нас очень важной оказаться. Вот, скажем, эта информация косвенно говорит о том, что, возможно, передача там данных или даже каких-то материальных объектов из Вселенной в Вселенную или, если говорить о нашей галактике, что есть другой разум. Ну, вот, это реализуется некое целевое начало, природу которого мы, конечно, отгадать не можем. Я думаю, что это дело бесполезное. Можно только констатировать, что что-то похожее есть у нас, да, вот у нас возникают похожие моральные императивы. Более того, у меня на многих страницах есть, как бы, очень-очень длинная мотивация, но это из другой немножко оперы. Это как раз из оперы «Теория эволюции и сингулярности», что подобные моральные императивы не могут не сформироваться в момент преодоления этой самой эволюционной сингулярности. Ну, вот, и, может быть, они потом, эти моральные императивы, наследуются. Это все, как бы, может послужить к стилмам, к тому, чтобы, значит, сообщить что-то полезное другому разуму или другому там чего-то еще. Ну, вот это вот и может быть, конечно, причиной, почему такие вещи, сигнатуры туда встраиваются, но гадать об этом совершенно бесполезно, по-моему, сейчас пока. А вот это напоминает теории, теории, это самое, альтернативной истории, которая обычно любит рассказывать про цивилизации древнего Египта, Мексики, Перу и всех вот этих, где говорится, что, ну, вот, слушайте, ну, вот были там, да, какие-то там чуть ли полуобезьяны, потом прилетели, кто-то прилетел и отверткой докрутил. Ну, я сейчас утрирую, да. И вот таким образом появилась сознательная, разумная жизнь на планете. Мы ведь вот не про это говорим, да, мы говорим про гораздо более глубокие процессы. Гораздо более глубокие, да. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, как раз эволюция на Земле выглядит совершенно естественной. Здесь абсолютно никакого вмешательства не требуется. Но это как бы другой разговор, да, совсем. Да, можно, значит, мы поговорим про мультиверс, да. Мне кажется, конечно, что нашим зрителям все-таки имеет смысл немножко пояснить, потому что некоторые, наверное, смотрят различные там марвеловские фильмы, в которых есть тоже параллельные вселенные. Вообще сейчас очень, на мой взгляд, есть путаница между различными теориями, потому что там вот космологическая теория, да, хаотическая инфляция – это одна история, да, где возникают действительно разные вселенные, с разными законами и так далее. Есть многомировая, да, интерпретация, например, квантовой теории. Да, кстати, да. Доводилось, что вот там немножко другая история, потому что нет никаких идей, как разные кванты и рукава могут быть связаны. Прямо совсем никаких идей. Да, совершенно верно. Хотя, может быть, мы не все знаем. Да, вот здесь, мне кажется, нужно небольшое разъяснение зрителям, которые могут, ну, я просто знаю, по-моему, многие путают вот эти вещи, просто много миров, да, но они разные, да, совершенно разное объяснение, для чего они нужны. И так вот то, про что мы сегодня разговариваем, это, ну, фактически реально постоянное рождение вселенных, которое происходит постоянно, в принципе-то, вот бесконечно долго. И здесь, на мой взгляд, есть одна вот прям проблема, да, потому что бесконечностью можно объяснить что угодно, любое утверждение. Увы, да, ну, потому что, смотрите, то, что присутствует в вашем рассуждении, следующее, что если в одной из бесконечных прошлых Вселенных даже случайным образом вдруг зародился разум, и даже он достиг каких-то сверхспособностей, что смог управлять горизонтальными взаимодействиями между Вселенными, то, в принципе, тогда можно точно так же сказать, отчего же он не возник здесь. Да, вот вероятность проникновения сверхразума сюда, она на бесконечности ровно такая же равна единице, то, что всё на бесконечности равно единице. Зачем сюда впрыскивать какие-то такие буквально элементы жизни, которые то ли разовьются, то ли не разовьются в разум или ещё во что-то. Кроме того, если я правильно помню теорию именно хаотической инфляции бесконечной, то там рождаются Вселенные с разным набором не только констант, но и, в принципе, они могут рождаться с разным набором измерений, если мы допускаем, что у нас существует… И это если теория в струне. Да, опять же, такая возможность есть, мы её не можем исключить. И в этом случае, конечно, у нас возникают совершенно новые степени свободы для понимания, что такое, в принципе, разум. Нам чрезвычайно сложно осознать разум и внутри нашего пространства, а если мы будем этот разум помещать в пространство с каким-то огромным количеством измерений, там 11 или ещё сколько-то, да, сколько у нас в теории струне есть измерений, то здесь вообще очень сложно это сделать. И, конечно, с большой долей вероятности такие разумы будут сильно отличаться в разных качествах от того, что здесь мы имеем. Но по вашей логике такие разумы всё равно имеют некоторую единую основу, ну, по крайней мере, последовательные вот этой части, потому что они переносят среди вселенных, в которых ещё пока не возникли такие жизни или новые разумы, какую-то вот эту часть, ну, тогда какой-то очень весьма фундаментальной информации, зашитая в генетический код или в какие-то ещё вещи. И вот эти все рассуждения, они, в принципе, ну, той же бесконечностью и могут опровергаться. То есть вот здесь я вижу, простите меня, пожалуйста, ну, некоторое такое вот упущение. Использование бесконечности, оно, ну, такое себе. Ну, с одной стороны, как её можно использовать, не использовать бесконечности, если она действительно есть? Что же мы должны сознательно от этого отказываться? Ну, вот модель вечной хаотической инфляции, она эту бесконечность себе явным образом содержит. Вот здесь вот я смотрел наиболее сложную, такую нетривиальную часть этого вопроса, который заключается вот в чём. А почему вот этот самый сверхразум, или как там его ни назови, не транслировал сам себя в нашу Вселенную? Вот. Ну, это, в принципе, этому можно дать много разных объяснений, в том числе очень простые. Но это могло произойти по тем же самым, как бы, этическим мотивам. Вот, например, почему мы сейчас там бережём южноамериканских индейцев, стараясь не лезть в их жизнь? Ну, как бы моральные императивы нам это запрещают. Вот. Почему у нас на Земле нет инопланетян? Значит, очень вероятно, не потому, что их нет вообще, и что они летать от звезды к звезде не умеют. По той же самой причине им запрещают делать моральные императивы. Как бы они не могут себе позволить вмешаться в нашу естественную эволюцию. Это, например, может быть, поэтому сверхразум как бы вот сам себя транслировать не хочет к нам просто. Ему это запрещено. А может быть, не может. Может быть, он является слишком сложным объектом для того, чтобы протиснуться там через бутылочное горлышко кировской чёрной дыры. А вот вполне возможно. Вот, например, какой-нибудь контейнер со спорами бактерий можно. Ну, там потому что жёсткие излучения, там всё, может быть, просто неудобно биологическим структурам пропихиваться. Вот. Так. Что-то я не понял. Я дал вариант ответа на ваш вопрос или не дал? У меня был сложный вопрос, простите меня, пожалуйста. Да, 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 да. Во время вопроса, собственно, стал рассуждать. Не, ну а из этой вселенной, конечно... То есть, я хочу сказать, что причины для этого могут быть. Не обязательно они будут работать, но они быть могут. А вот почему, скажем, им осеменение безжизненной вселенной не будет противоречить их моральным императивам? Ну, потому что они ничего плохого не делают. Вот она бы безжизненная вселенная. И вот если они точно знают, что проблема создания первого репликатора очень сложная, что она вот как была безжизненная, так навсегда безжизненная останется. Вот они могут эту проблему решить. Вот, и при этом тут еще один возникает очень тонкий момент. На самом деле все вот эти вот самые сверхразумы мультиверса, они вовсе не обязаны представлять из себя что-то единое. И как-то между собой взаимодействовать. Вот по этому поводу есть даже специальная теория Владимира Лефевра. У нее есть такая, так называемая, теория космического субъекта. Вот, и в этой теории есть понятие большой коррекции. Вот, очень может быть, что они действуют в соответствии со сценарием большой коррекции. А в чем он заключается? Значит, в нем предполагается, что есть, значит, некие космические субъекты. Вот в таких вот именно терминах Владимир Лефевр, значит, проводят рассуждения, которые между собой не могут взаимодействовать по каким-то причинам. Например, они очень далеко находятся друг от друга. Да? Вот. Но у них в силу просто эволюции возникает единый моральный императив, элитический императив, в соответствии с которым они понимают, что они могут предпринять некое согласованное действие, которое улучшит условия существования всех. Вот. И вот, скажем, вот эта вот самая передача жизни, осемененная как бы Вселенная, не осемененная, оно может быть очень похоже на действие вот этого вот самого механизма большой коррекции прямо по Лефевру. Только Лефевр, конечно, писал про нашу Вселенную, ну а здесь та же самая идеология переносится в мультиверс. Вот вы, когда говорите про сверхразум, у вас все-таки в голове картинка некой сущности, да, или некой совокупности, не знаю, законов, процессов. Короче, это агент, это субъект или это что-то иное, какой-то программной, условно программной. Я не уверен, что это субъект, это, конечно же, агент, ну потому что у меня, у самого есть такие модели сверхразума, о которых, в частности, в книжке в моей старой 2007-го году было написано, значит, которые субъектность у этого объекта исключают. То есть там, ну как минимум, ну у человечества есть субъектность или нет, мы множество субъектов, а все вместе мы представляем себя нечто качественное, иное. Вот каждый человек, взятый по отдельности, он там по как бы принципу Маугли известно, что он не является человеком. Мы становимся разумными существами, только соединяясь как-то вместе и давая вот некое новое качество. Вот непонятно, человечество субъектность обладает или нет. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. А, значит, в моем понятии существуют такие ситуации, вот такие модели вот этого самого сверхразума, когда субъектность там возникает еще в меньшей степени. Ну вот это, например, модель галактического культурного поля, там вообще ни о какой субъектности говорить нельзя, там нельзя говорить даже о локальности этого объекта, он там принципиально распределенный получается на сотни тысяч световых лет. Вот, то есть это все очень сложные вопросы. И более того, значит, вот этот самый сверхразум по самому-самому определению, вот как я когда-то думал, это нечто, что не может вместиться в наше представление. Поэтому, ну что же нам об этом говорить? Ну, то есть получается, что мы нашим, нашим разумом, в принципе, вряд ли можем осознать, что же это за... Да, да, это не исключено. Ну вот здесь как бы возникает ситуация, напоминающая немножко, например, взаимодействие людей и, ну, например, домашних животных. Ведь домашние животные не могут понять, что мы, чем мы занимаемся. Вот мы тут сидим, сейчас какой-то ерундой занимаемся, что-то такое тут как воздух сотрясаем, да? Но это... Но нельзя сказать, что они не имеют о нас никакого представления и с нами не взаимодействуют. Еще как взаимодействуют. Иногда очень даже сильно к обоюдной пользе. Вот, понимаете? То есть не обязательно, чтобы эта структура укладывалась в вашей голове. Из этого совершенно не следует, что вы не сможете с ней иметь никакого дела. И более того, из этого не следует, что этой структуре на вас наплевать, вы можете для нее быть очень даже важным. Вот. Это довольно сложная связь образуется. Вот тогда такой вопрос. Можем ли мы тогда рассчитывать на то, что мы, ну, мы имеется в виду человечество или даже конкретные люди, в какой-то момент в результате эволюции тоже станем сверхразумом? Нет. То есть мы можем это рассчитывать, может быть, с очень маленькой вероятностью. Вот это тот сверхразум, появление которого во всей вот этой вот самой концепции достаточно где-то в мультиверсе, не обязан возникать из каждой отдельной цивилизации. Может быть, он возникает из каждой отдельной цивилизации только с исчезающей малой вероятностью. Но вот, во-первых, время эволюции нашей галактики очень, не галактики, нашей Вселенной очень маленькая по сравнению с тем, что ей еще предстоит. Вот красные карлики на главной последовательности живут 100 триллионов лет. Это во сколько? В 10 тысяч раз больше, чем время жизни Вселенной. Вот. Поэтому, во-первых, эта эволюция будет продолжаться еще, ну, там, по крайней мере, в 10 тысяч раз дольше, а может быть, и еще больше. Во-вторых, пространственные масштабы огромные нашей Вселенной, вот эти инфляционно большие масштабы. И поэтому там все, сколь угодно, маловероятные события будут реализованы. Для того, чтобы там реализовался сверхразум, не обязательно, чтобы он получался из каждой отдельной цивилизации с заметной вероятностью. Эта вероятность будет очень маленькая. То есть, очень может быть, что каждая отдельная цивилизация не имеет никаких гарантий, что она превратится в сверхразум. И, тем не менее, сверхразум во Вселенной обязательно возникает. Где-нибудь, когда-нибудь. Я помедитирую на этот ответ. Ну, то есть, потому что услышал я некий пессимизм. Да, такой, ребятушки, нет. Да, и даже вот все вот эти наши потуги нынешние. Нет, не то чтобы нет, совершенно не обязательно. Нам ничего не гарантировано. Нам не гарантировано прохождение через зону вот этой самой сингулярности, в которой мы проходим. Но если мы интерпретируем, в конце концов, с определенной вероятностью вот эти самые, например, сигнатуры информационно-генетического кода как разумные, то мы тогда понимаем, что прохождение через зоны сингулярности возможно хотя бы в принципе, потому что кто-то когда-то через это прошел, а сейчас мы пока не знаем, можно пройти или нет. Вот давайте у нас, чтобы мы не выбились там из двухчасовой встречи, потому что нам надо пожалеть наших слушателей, или мы, может быть, даже сделаем когда-нибудь третью встречу конкретно про сингулярность. Да, но мне очень бы хотелось все-таки эту тему хотя бы зацепить сегодня. Да, потому что вы уже несколько раз сказали, что мы проходим через сингулярность, и факт, что пройдем через нее. Вот давайте про это немножко, да, что это такое, да. Простите, вот мы сейчас уйдем в сингулярность и с нее не выйдем. Но у меня вот тут родился один тоже вопрос, ну такой, да, он немножко может быть смешной, но с другой стороны. Вот мы сейчас говорили о том, что вот есть сигнал привлечения внимания в генетическом коде о том, что вот давайте обратим внимание, может, там есть какие-то действительно зашитое сообщение. Вот предположим, что так оно и есть, и мы его расшифровали, и мы поняли, что нам кто-то сообщил информацию об искусственном происхождении. Логично тогда передать ему обратный привет. Вот как бы это можно было сделать? Но потому что если кто-то хочет что-то сообщить, он, наверное, хочет одновременно и услышать обратную реакцию. На любом масштабе времени, это я не говорю, что вот, это может быть там, раз уж они проектируют такие длинные, сложные конструкции и, видимо, мыслят, или там, если можно такое слово придать сверхразуму на масштабах миллиардов, триллионов лет, то, возможно, они хотят получить какой-то отклик. Ну окей, кажется, мы поняли вас. Да, этот отклик может заключаться в том, что мы как бы осознаем встроенность в себя в очень какие-то длинные эволюционные цепочки, и что наше существование не бессмысленно, а, возможно, ведет к вот этим вот самым сверхразумам, которые когда-то что-то сделают, а может быть там они будут нашими прямыми потомками. Но вот, к сожалению, если обратного адреса в этом самом генетическом коде мы не обнаружим, а, похоже, обратного адреса там все-таки нет, то ответ будет послать трудно. Вот я хочу обратить внимание, что даже идеология сети, она не основана на двусторонней связи, она не основана на посылке ответов. Здесь как бы другая идеология, здесь она основана на понимании, что диалоги, скорее всего, невозможны, все передачи будут иметь односторонний характер, и тем не менее это имеет смысл. То есть как египтяне построили пирамиды, да, что-то явно хотели передать. Мы вот уже сколько-то там тысячелетий пытаемся расшифровать, без надежды отправить сигнал. Ну, очевидно, сигнал какой-то нам отправили. Ну, трудно сказать, что мы его совсем прям не поняли. Мы многое очень узнали. Мы многое, что поняли. Да, то есть мы много-много чего поняли. На ответить некому. Я имею в виду, что мы не предполагали, что мы ответим. А, кстати говоря, вот чисто по физике, весь мультиверс относительно нас находится в нашем абсолютном прошлом. Поэтому мы туда ответить не можем в принципе. Вот просто по физике. Физика так устроена. Вот весь этот самый, все многообразие мультиверса находится в нашем абсолютном прошлом. Мы в определенном смысле являемся самой как бы молодой частью мультиверса, которую мы наблюдаем. А, кстати, наша галактика это самое вот молодое место, которое мы наблюдаем во всей нашей Вселенной. Все, что мы видим в другом времени, она старше. Вот. Поэтому мы наблюдаем самую пробинтую эволюцию из всех мест, которые мы можем видеть в нашей галактике. Вот. Это идеология в мультиверсе работы. Так что мы ответить назад по времени не можем. Если только не существует машин времени. А, кстати говоря, вот эти горизонтальные связи между Вселенными, о которых я говорил, это очень сложная штука. Они не работают так наивно, как можно об этом подумать. Скажем, по ним запрещено передвигаться в двух направлениях. Если вы переехали в облом направлении, вам не разрешается этим же проходом воспользоваться, чтобы вернуться. Потому что это неминуемо порождает вот эти самые петли причинные. Кстати говоря, черная керовская дыра так и устроена. Там можно переходить из Вселенной в Вселенную, но нельзя вернуться в ту Вселенную, с которой вы начали. Это прямо видно по топологии ее. Назревает третья встреча, могу сказать вам. Потому что мне кажется, что мы вот только что так вот, знаете, я думал, дверку приоткроем, приоткрыли, а там, значит, как бы еще один мультиверс, где можно и про мультиверс поговорить, и про сингулярность поговорить. Давайте закинем все-таки туда удочку. Про сингулярность еще расскажу. Да, вы много раз упомянули, что мы в этой точке находимся. Про что речь? Это не точка, это зона довольно длинная. Значит, вот есть разные эволюционные кривые, которые по-разному построены, в том числе к одной. Я свою руку приложил. И они, это разные кривые, типа экстенсивного типа, они показывают рост чего-нибудь. Рост народонаселения, рост волового народного продукта, рост информационных потоков, рост там энергообеспеченности. Есть там определенные маркировки скорости эволюции с помощью там последовательности определенных эволюционных преобразований. И вот оказывается, что все такие вот кривые, они имеют форму не экспоненциальную, а гиперболическую. Точнее, имели. А гиперболическое, гипер, вот такая нехорошая штука, которая в определенный момент времени, значит, чего-то в зависимости от времени, оно берет и уходит в бесконечность. А в нашей эволюции никаких бесконечностей не существует. Это означает, что эти все кривые должны быть сломаны. И по факту мы сейчас находимся во времени слома всех вот этих вот гиперболических эволюционных кривых, которые продолжались, внимание, 4 миллиарда лет. То есть мы сейчас вот без дураков находимся в конце 4 миллиарда летнего эволюционного промежутка. Это, конечно, звучит страшно, но это выглядит именно так. Вот и получается, это, я говорю, не единственный способ. Вот каждая из этих эволюционных кривых в отдельности, она мало чего стоит, прямо скажем. Это как бы трудно назвать наукой, но все вместе, когда они все указывают на одно и то же, это производит очень сильные впечатления. Вот, и никакой сингулярности, конечно, нет. А есть период слома вот этих самых гиперболических поведений. И вот этот период слома, он приходится, ну, грубо говоря, на первую половину 21 века. Вот, и мы сейчас сидим прямо в середине этого периода. Но, может быть, он немножко, как бы так, он начинается в начале 21 века и продолжается, ну, похоже, немножко дальше половины, там, где-то 70-80-е годы. В общем, где-то все равно мы находимся прямо вот в этой каше. Вот, ну, и, как бы, просматривая старые разные вот эти вот эволюционные кривые, можно что-то попытаться сказать о характере вот этой самой зоны, на что она похожа. Ну, в общем, вот, скажем, если взять мое собственное построение, то получается, что время, в котором мы сейчас находимся, должно иметь вид наложения нескольких одновременно экзистенциальных кризисов, в каждом из которых можно погибнуть в цивилизации. Вот, их несколько сразу будет, это существенно. Вот, и я бы не сказал, что события, которые нас окружают, как бы не дают указания на то, что все так и происходит. Вот, а экстраполяция, значит, после вот этой самой сингулярности, за, ну, как бы, момент ее прохода, она невозможна, потому что нечего экстраполировать. Просто все вот эти старые зависимости не прекращают свое существование, приказывают долго жить, и что будет дальше, непонятно. Здесь дополнительно видно, что это точка множественных бифуркаций, когда на последующую траекторию огромное влияние оказывает совершенно случайное событие. Кто там себе какую-то занозу в палец засадил, и когда это может неожиданно скажаться очень глобально. Вот, поэтому наше будущее принципиально непредсказуемо. Очень короткий горизонт планирования сейчас. Даже не десятилетие. И правильно я слышал, что это, ну, как бы, условно сейчас некий, ну, там, вселенский природный закон. То есть оно должно было в эту точку сойтись. Да, да, да. И любая, как бы, вот, если говорить о разумной цивилизации, должна пропихиваться через это бутылочное горлышко. И вот я думаю, что если возможны разные варианты прохождения, и на выходе будут, как бы, разные результаты. Некоторые не пройдут, некоторые пройдут одним способом, некоторые, возможно, другим способом. Поэтому очень интересно найти внеземной разум, чтобы узнать, чем все это может закончиться. Ну, видимо, в его версии, да, закончится? Да. Ну, нет, просто они, может быть, немножко по-разному пройдут. Я говорю, очень большую роль играет случайность. Могут быть разные траектории. Может быть, какая-нибудь там форма суперцивилизации. Может, один искусственный разум останется. Да бог его знает. Ну, я думаю, что мы подробно поговорим про это в следующий раз. Но так с математической точки зрения, и, опять же, имея аналогию с демографией, да, то есть тоже были же демографические разные кривые, которые предсказывали определенный рост населения, но в итоге оказалось, что кривая немножко другая. Ну, по крайней мере, у меня такие есть впечатления. Она сейчас сломалась просто. Там гипербола пошла загибаться. Совершенно верно, да. Начиная с 80-х годов прошлого века, она пошла загибаться. Ты и был в ходе, ты сингулярный. Возможно, мы сейчас как раз дойдем до пика этой кривой, и она начнет куда-то загибаться. А вот что дальше, мы не знаем. Не надо так говорить. Надо просто честно сознаться, что мы не знаем. Она может загибаться вверх, вниз, сама она может плоская остаться, какие-нибудь колебания войти, не знаем. Ну, тут по аналогии можно, конечно. Я считаю, что это самое... Аналогии нельзя, аналогии не работают. Все аналогии, они направлены в прошлое. Вот мы сейчас входим в совершенно новое такое фреш-будущее, которое не получается никакой экстраполяции. Ну, очень ограниченно получается. Потрясающая перспектива, мне кажется. Не очень радостно. Ну, это как там, да, если как пессимист видит одно, оптимист другое, да? Да, но шанс есть. По-моему, шанс есть. Я не знаю, какой он, но он есть. Будем, наверное, на этой радостной ноте, с одной стороны, завершать, с другой стороны, я думаю, что нам не миновать как минимум третьего выпуска. Очень хочется поговорить про сингулярность. Сегодня к ней шли. Я бы с радостью проговорил про Назаритяна, еще про теорию Назаритяна, потому что она, на самом деле, находится в центре всей вот этой идеологии. Давайте. Я думаю, что найдем мы на это время. Спасибо огромное, что… Спасибо большое. Это был серьезный разговор на какие-то совершенно фантастические темы, но при этом, которые действительно подтверждены, ну, основаны на научных знаниях, на научных теориях. И, конечно, такого рода рассуждения, ну, сейчас довольно редко встречаются, и поэтому ценность нашего вот такого разговора, она, мне кажется, весьма велика. Продолжаем наполнять на сферу такого рода знаниями. Спасибо. Очень приятный был разговор. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова